Варина Вожилова, это Head of R&D от Skyeng. Она расскажет, о чем надо помнить, если вы хотите увидеть вашу модель в продаже. О чем сегодня поговорим? Ну, как бы, кому это будет вообще интересно и полезно? Не только продактам, но и тем тим лидам, кто работает в команде, где вы только-только начинаете что-то запускать, или где у вас какое-то подразделение, где у вас не очень опытный продакт, который раньше не так много разного ML вообще видел, запускал и делал, особенно если он работал только в какой-то одной сфере, а вы сейчас работаете в другой, и может получиться очень хороший симбиоз вот этих двух людей, если любой из них послушает сегодня эту презентацию. Потому что бывают такие разные интересные проблемы, когда и лид-девелопер может удержать, да, продакта от каких-то неверных решений, и наоборот. Про понимание процессов. Все мы с вами знаем, что ML-процессы довольно сильно отличаются от процессов классической разработки. Но мы-то с вами знаем об этом все, а вот кто работает в наших компаниях с нами, об этом знают далеко не все. И мы об этом забываем, потому что это наша реальность. А люди вообще-то в мире чаще разрабатывают, ну, что-то, что имеет там в некотором роде конечное понятное завершение в конце спринта с точно готовым работающим нечто. А в случае, когда работает ML-команда, если сильные люди реально не отвлекались, очень круто работали, старались и хотели что-то сделать, и работали три месяца, не покладая рук, и действительно сделали то, что они хотели, результат может быть таким, что на этих данных эта модель дает рандом. И такое тоже бывает. Это не значит, что вы плохо ее спроектировали, это не значит, что у вас плохие данные, и что, как бы, ну, вообще все плохо. И что бы вообще, в принципе, руководство такое ожидало, ну, надо как-то вообще предполагать, что такое может быть. Если вы не учли эту проблему, то возникают проблемы планирования, когда люди начинают планировать соседние команды, встраивающие, использующие вашу модель, которая должна будет быть готова только в первой версии, да, и она в первой версии не заработала, и все, у всех полетели планы. Или вот это вот несовпадение ожиданий. За вот этот косяк меня один раз уволили прямо с компании. Ну, то есть, когда у меня руководство не понимало, что я не сразу сделаю нечто работающее. Было такое. Гоу дальше. Что вообще нужно делать, как с этим справляться? Очень сильно рекомендую в этом случае рассказать руководству об ML-процессах. Прям вот о том, как она строится. Причем сделать такой, ну, либо воркшоп, либо презентацию, какой-то в дипдайв-формате, именно на общей командной встрече. Не на демо вашей команды. Не на «Привет, мы R&D, чем мы занимаемся», а на какой-то общей командной встрече, куда ходит много топов. Что там надо рассказать? Причем тоже я еще рекомендую делать это максимально простым языком. Вот прям даже проще, чем я сегодня говорю. Прям собрать какие-то этапы, из которых у нас состоит наша разработка. То есть там понимание задачи, да, там майнинг. Потом мы что-то делаем с этими данными очень много времени. Потом мы там пилим модель совсем недолго. Потом мы ее дорабатываем, проверяем. И, может быть, это все еще в итерации идет. Рассказать о том, какие у нас есть плюсы и минусы разных вариантов. Когда мы пилим свою модель, когда мы интегрируем что-то предобученное. Или когда мы делаем вот ту самую низкоранговую адаптацию. Или там какой-нибудь промтюнинг. Ну, то есть любой вид. Когда вам нужно меньше данных, но они вам все-таки нужны. И рассказать вот эту вот историю, что вы можете попасть в зависимость от вендора, да, будь то OpenAI или Яндекс. Или вы можете попасть в какую-то историю, что разработка и поддержка будет очень дорого стоить. Ну, да, но зато от вендора не зависите. То есть вот чтобы у руководства было вот это вот ощущение весов такое же, как у вас. Что дальше? Значит, здесь про средние сроки. Вот мне кажется, что стоит прям тоже разные подать варианты. В зависимости от того, какую задачу вы решаете и какая модель у вас идет, у вас есть разная этапность, которая тоже включает разные сроки. О чем обычно забывают? Забывают этапы подбора решения. То есть если вы хотите интегрировать какое-то готовое OpenSource решение, их может быть несколько на рынке, они разные подходят для разных задач. Можно взять первую, которую вы уже интегрировали в прошлой компании, а можно сделать какой-то бенчмарк на двух-трех доступных сегодня, да? У нас каждый месяц что-то новенькое выходит. И было бы очень здорово на каких-то открытых датасетах, которые тоже надо найти и скачать, что-нибудь потестить и посмотреть, что лучше подходит именно вам под именно вашу задачу. Если вы делаете какую-то историю там с оберткой, тоже как бы идет история с тем, что вам нужна разметка. Если вы делаете разметку первый раз, и у вас разметчики, которые еще не умели никогда это размечать, и они у вас, например, внутри компании работают, то вот этот этап вообще построения этого процесса, обучения валидаторов, да, обучения разметчиков, вам нужно тоже заложить как срок внутрь создания этой модели. Если вы делаете собственную модель, у вас еще может быть какая-то история с валидацией результатов в конце. Ну, я рекомендую ее делать всегда. И это тоже отдельный процесс, на который надо заложить время. А когда вы делаете собственную модель, еще часто забывают время на то, что вам надо собрать какой-то вообще, ну, типа стенд, что у вас те люди, которые с этим делом работают, они не в код потом пойдут и не в Excel. И было бы здорово сделать для них какое-то рабочее место, да, где они будут заходить, что-то кликать и что-то смотреть. И даже там, если оно не требует большого, красивого, долгого процесса проработки дизайна, так как это внутренний инструмент, но все равно это занимает какое-то время. Это вот та самая классическая разработка, когда надо какой-то фронт с бэком как-то связать, чтобы оно заработало. И если вы это заложите сразу в проект, то вероятность того, что у вас будут какие-то проблемы, она сильно снижается. Вот эту встречу очень рекомендую записать и выложить на страницу вашей команды, потому что даже топы в компаниях иногда меняются, а уж руководители команд, с которыми вам придется вместе что-то делать, точно меняются периодически, там, ну, за год их может несколько поменяться. Это решит много проблем. Значит, следующий пункт у меня про четкость постановки задачи. На самом деле тут даже не столько про четкость именно постановки, сколько про четкость понимания задачи. Предпосылки. Откуда вообще? Почему я решила об этом поговорить? Вы не всегда можете предположить все задачи, которые в компании есть на ближайшие год-два. Если у вас там не сей-левел позиция, если вы даже видите стратегию, которую ваш, там, директор департамента к вам спускает и рассказывает, вы все равно можете не знать, что изменится через полгода и как это повлияет на ваше конкретное подразделение. Если вы в очень большой компании работаете, достаточно неповоротливой, таких изменений может быть не очень много, но могут меняться фокусные проекты. Это может сильно влиять на приоритеты. Если вы работаете в небольшой компании или в стартапе, таких изменений будет огромное количество, и они могут сильно аффектить ML-команду, потому что наши процессы, как правило, несколько медленнее, да, чем просто, ну, как бы, разработка классическая. Что из-за этого бывает? Расширение, сширение целевой аудитории. То вот эта моделька была нужна пяти департаментам, а теперь только одному. Или наоборот, было нужно, там, двум, а теперь нужно сразу пяти, и им всем нужны разные аспекты. Там, раньше нам хватало только вот таких трех ответов от нее, а теперь нам нужно, чтобы она еще и вот эти вот дополнительные штуки тоже рассказывала. И у нас все меняется, да, как бы у нас меняется скорость самой работы модели, там, всего. И как бы можно доделывать до конца с предыдущей задачей и потом пытаться перестраивать под следующую задачу. Можно сразу попытаться подумать, кому это еще может быть полезно, и сходить к ним, задать вопрос дополнительный. И сразу предположить, там, будем мы расширяться, не будем, и принять это решение заранее, до того, как начали разработку в какую-то сторону. Разработчикам об этом рассказать, они тоже об этом подумают. Это очень полезно бывает. Вот. Бывает, что у вас какие-то важные параметры меняются, там, не знаю, делали только на русском, а теперь внезапно нужно и на английском. Делали только для печатных текстов, а теперь мы поняли, что у нас печатных текстов 30% из всего нашего трафика, а у нас нам нужны рукописные тексты. И все, наша там какая-нибудь UCR поехала, нам нужна другая. И, как бы, это именно про то, чтобы снимать требования. Вот здесь я говорю больше про то, что стоит взять на себя ответственность за эту задачу. Про косяк расскажу. Я, значит, пришла в Skyeng, и выяснилось, что все в Skyeng думают, что у нас есть одна SR, которой все пользуются. А на самом деле Voice Recognition Everywhere, вот их примерно столько, на самом деле даже немножко побольше. И это not so good, но, с другой стороны, это тоже здорово. Что я сделала и что я рекомендую делать всем? Делайте инвентаризацию тех моделей, которые ваше подразделение выпустило, и тех, которые из них до сих пор работают в PROD. То есть у вас может быть 2-3 версии моделей, которые в разных департаментах. У вас может быть какой-то PROD, который мы подключим на 2-3 заказчика. У вас может быть какая-то непосредственно отдельная моделька для отдельного какого-то подразделения, который надо супербыстро, и нужен только английский, и все остальное не нужно. Или у вас может быть отдельная медленная модель, которая требует крутого качества произношения, но всем остальным она не нужна, а работает она очень медленно, например. И большая часть из этих моделей оправдана, но не вся. И когда вы делаете вот такую инвентаризацию, у вас энтропия начинает сокращаться. Вы начинаете переиспользовать то, что у вас есть тогда, когда это нужно. Помимо того, чтобы сделать инвентаризацию, можно еще сделать стенд, на котором вы свои модельки выводите с каким-то кратким объяснением, как ими пользоваться. У нас есть такие оранзишные стенды, куда можно зайти по запросу к нам, мы выдаем доступ, и люди смотрят, подходит, не подходит, достаточно, недостаточно. Часто бывает, что какая-то модель рабочая уже готовая, очень хорошо подходит, и в нее надо добавить там чего-нибудь совсем чуть-чуть. Это сильно упрощает задачу, сильно увеличивает количество заказчиков, довольных нашими разработками. То есть когда вы что-то хотите сделать, чтобы оно было реюзанное, ну расскажите людям о том, как оно работает, где оно лежит, причем простым языком. Не просто у нас есть готовое решение, вот документация, а прям стендик, да, эти с инструкцией, сюда заливаешь файл, вот здесь у тебя ответ. Вот примерно так. Человек тыкнет, за пять минут все поймет. Это очень полезная штука. Вот. Очень важный момент, что вы точно знаете, как бывает лучше, чем ваши заказчики. И вот это вот то, о чем я говорю, про именно четкость понимания задачи. Возьмите ответственность за результаты последствия, а тут главное за последствия, да, вам не сказали, а вы не спросили. Вот постановки этой задачи на себя, не дожидаясь, пока вас об этом попросят, сами и сразу. Человек, который умеет это делать, в компании становится невероятно ценным сотрудником. Все хотят работать именно с ним. Пусть вы ошибетесь. Если очень страшно, вы можете никому об этом не рассказывать. Но сами задавайте те вопросы, которые вам помогут это понять. И как только вы начнете это делать, у вас прям изменится все отношение к вам как к человеку, как к подразделению, которое что-то выдает внутри этой компании. Это прям суперкрутая вещь, которую, ну, страшно бывает делать, но она очень помогает. Вот тут вот есть Генри Форд, да, который, очень известная его фраза, если бы я спросила людей, чего они хотят, они бы попросили бы более быструю лошадь. Очень часто люди просят быструю лошадь. Они не знают, как можно лучше. А вы знаете. Вы хорошо знаете то, что умеют вообще, собственно, ML сегодня, да, и как его можно улучшить и организовать. Не забывайте, что другие люди не в таком контексте. Это прям надо им рассказывать и подсказывать, задавая вопросы и слушая внимательно. Это про четкость. Следующая штука – датамайнинг. Значит, какие у нас бывают тут проблемы? Бывает, что готовые датасеты надо искать, и их сложно найти, потому что под вашу конкретную задачу готовых их нет, да, с разметочкой. Собственные датасеты. Вот у меня в команде нет дата инженеров отдельных, выделенных вообще. И бывает, что их сложно собрать, что как бы для того, чтобы собрать какие-то собственные данные, вам нужно договориться с командой аналитики или с командой заказчика, которая выделит людей, которые обычно этим не занимаются, которые вам что-то соберут по тому ТЗ, которое кто-то для них должен написать, и обычно это вы. Бывает штука про унификацию. Вот если вам надо проверить несколько внешних моделей или там сравнить Яндекс.Избер, да, внешнюю и внутреннюю, и вам нужно сделать так, чтобы у вас эти модели принимали один и тот же датасет, и у вас нет там датасета, который показывает все. Ну, например, и рукописные тексты, и печатные, и на русском, и на английском. И вы имеете там, не знаю, пять датасетов, один из которых ваши собственные данные, которых мало, а все остальные там много данных, но они частично покрывают вашу задачу. И вам надо запустить вот эту проверку, да, этой матрицы. И чтобы это сделать, вам нужна унификация. Ну, соответственно, сама разметка, если вы свои данные собираете, это тоже отдельная задача. Кто ее будет делать, кто будет учить этих людей, в каком инструменте, кто будет готовить этот инструмент, где он будет физически лежать. Это прям целые, отдельные бывают проблемы. В стартапе нет, в компании средней крупноты, человека от 50, уже это проблема. Согласование и доступы, да, это вот особенно в крупных компаниях очень тяжело с этим. В средних и в маленьких полегче, но тем не менее доступы тоже выделять нужно. Это занимает какое-то время, и это тоже есть время вашего проекта. Вот. Очень многие люди забывают эти этапы закладывать в сроки. Вот эту презентацию можно использовать как чек-лист. И если компания впервые сталкивается с разметкой, то мы забываем заложить время на поиск обучения разметчиков. Я уже об этом говорила, но вот про дата-майнинг отдельно, да, скажу, что это важная очень вещь, поэтому повторится не лишняя. Очень даже частая штука, когда они делают этап проверки качества разметки в начале процесса и поздно узнают об ошибках. Я много раз видела, когда об этих ошибках узнают на этапе проверки качества модельки. Собрали данные, сделали разметку, запустили создание модели, получили результат, стали смотреть, почему, полезли в данные и выяснили, что там вообще-то чушь. Вот не надо так делать. И я понимаю, что когда вы это говорите, вот когда я это говорю сейчас на этой презентации, ну кажется, что это очевидно, но вы не представляете, как часто это случается в жизни. Вот если вы сейчас вспомните свой опыт, вот все эти ошибки, хоть одна из них, ну каждый раз у кого-то была. Потому что, ну, очень тяжело сразу обо всем подумать, особенно если это какой-то процесс для компании еще не отработанный. Такое бывает. Но, значит, вот этот последний этап, чаще всего самый, вот самый хороший, хороший вариант его организовать, это сделать чуть-чуть по-другому. Давайте сейчас подряд расскажу, у меня тут другая последовательность того, что с этим делать. Значит, во-первых, определить, чья ответственность самого сбора команды. И лучше определить это на этапе, когда вы договариваетесь о проекте. То есть если у вас дата инженеров вообще нет, если они есть, то понятно, да, скорее всего, это их задача. Они в вашей команде, значит, это задача вашей команды. У вас выделенная команда, значит, наверное, задача этой команды. Дальше. Бывает так, что принесли задачу, вот мы, Ранзиевская, занимаемся продуктом непосредственно, но у нас есть ML задачи и от команды продаж, и от команды аналитики, и от команд саппорта. И они для нас не являются приоритетными. И мы должны сделать задачи продукта раньше, чем все остальные. Все остальные, если останется время. И бывает, что мы можем подсветить это заказчику, и заказчик даже уйдет куда-то во внешнее решение, что для компании правильно, потому что специализироваться на решениях там интент-реконайзеров для саппорта, когда ты делаешь задачи для продукта, но это дорого для компании, проще купить готовое решение по подписке с рынка, а самим заниматься именно тем, чтобы быть лучше конкурентов именно в продуктовых задачах. И вот здесь вот это, чья это ответственность, очень сильно зависит от приоритетов стратегических вашей компании и от того, что это вообще за история, ну, как бы для вас. Если это заказчик пришел, да, и вы можете собрать ему модельку, но она для вас, ну, как бы неприоритетна, то сбор данных – это его ответственность. Если для вас эта задача приоритетная, то вы можете выделить на нее время, помочь и так далее. И, как бы, отказываться от задач тоже можно, но делать это надо так, чтобы помогать заказчику эту задачу решить, дать ему какой-то альтернативный вариант. Опять же, вы эксперты в рынке, а ваши заказчики не всегда. Если вы начнете не просто говорить, там, нам некогда, у нас квартал не влезло, а предлагать сходить лучше вот туда или, там, принесите нам готовые данные, тогда мы два дня потратить сможем, ваша репутация внутри компании, ваши ценности, как бы, как подразделения, сильно вырастет, и задач в проде у вас будет сильно больше, а работы сильно меньше, особенно неприятный, да, той, которая собрать данные и разметить. Вот. Важная штука про умножение сроков на три. Вот я здесь не опечаталась. Как это говорится, чем более сеньорный продакт, тем на большую цифру он умеет умножать сроки, которые ему дает разработка. Если вы, как бы, просчитаете вот эти все этапы, которые есть, пропишите их, вам будет легче умножать на три. И второй момент – это ставим условия в сроке. То есть когда вы зависите от поставки данных, то говорите, что, там, не знаю, создание модели занимает, там, 10 рабочих дней с момента получения данных, ожидаем получения данных от такого-то департамента, такого-то числа. Если срок сдвигается, то у вас hold, а не задержка. Ну, как бы, ну, hold по вине другого подразделения. То есть тут суть в том, что, чтобы, как бы, руководство понимало, что это не вы что-то там не можете сделать, а где чья ответственность, кто, собственно, за что отвечает. На самом деле такая штука привозит к тому, что задержек по данным становится сильно меньше. И это очень здорово. Вот. А вот эта история про проверку качества, про которую я начала говорить, когда я переключила на этот слайд, значит, тут какая история. Делали мы тут разметку для создания нашего этого интерфейса, генерации изображений в скайенговском стиле. И делали для этого, там у нас сменился стиль, нужно было большое количество новых картинок разметить сразу, чтобы они, ну, как бы, там не столько разметка, там было такое предсоздание промтов, но по сути тоже разметка, на самом деле, соответствие описания конкретному кадру. И нужно было проверить, насколько качественно оно там сгенерилось, что есть все предметы на экране, и вот что оно хорошо сделалось. ML-разработчик сказал, да, я все знаю, я все организую, сейчас я сделаю вот это все там нашим способом. И когда мы это сделали, в чем был факап? Я была уверена, что человек знает, как это должно быть. И он действительно знал, как это должно быть. Когда он передал задачу исполнителю, он ожидал, что исполнитель его правильно понял. Там исполнителей было несколько, это команда была, которая делала эту всю историю. И узнали мы о том, что сделано все не совсем так, причем ошибка была конкретно в формате отдачи. Уже где-то через, наверное, месяц после того, как данные размечались. То есть, ну, как бы, нам пришлось поправлять эту задачу и закладывать дополнительное время на эти изменения. Но мы это увидели до того, как модель вышла вообще, куда-то начали ее обучать, потому что сделали промежуточную проверку. Мы ее сделали слишком поздно. Обязательно делайте первый этап, когда вы даете задачу, и через день или два или неделю, в зависимости от того, какая у вас команда, вы проверяете, что у вас, вот вы ожидаете, что точно все будет хорошо, вы уже в этом уверены. Проверьте, пожалуйста, что это действительно так. Это реально сэкономит вам очень много времени. Ну, самые дешевые ошибки – это выявленные на этапе аналитики, и самые дорогие – те, которые в проту шли. Как мы организуем разметку подешевле, обещала рассказать. В Skyeng есть такое подразделение, называется «Бизнес-ассистенты». Это люди, которые могут делать от всех департаментов абсолютно разные задачи. Ну, какую поставят? Excel-ку разбить, значит, Excel-ку разбить. Картинки переделать, описать, что на картинке, значит, описать, что на картинке. Это задачи, которые делаются людьми, которых можно искать в Толоке, их можно искать, там, не знаю, есть такая компания IQ на рынке, которая поставляет такого рода решения. Можно в каких-то сервисах искать такие людей на эту историю. А можно иметь людей в штате, которые делают это для всех подразделений, ну, как бы успевая это сделать. Вот я считаю это отличным кейсом, удобным, когда ты сокращаешь время на поиск и на договоры, и на юридическое сопровождение, просто потому что у тебя есть такие люди, которые помогают разным подразделениям, и их можно использовать для разметки. Проверьте, может, у вас в компании точно такое есть подразделение, и как бы вы просто им никогда не ставили задачи. Это очень крутая тема. Так, у меня осталось 10 минут. Оценка качества решения. Вот все эти картинки, которые вы видите на экране, были сгенерированы нашим разработанным сервисом, как картинки, которые генерятся в скайенгурском стиле. Стиль спорный, да, там кому-то он может нравиться, кому-то не нравится, однако он такой и есть. У нас там многие тысячи, там, десятки тысяч контента, которые в этом стиле есть, и там все это сразу куда-то переделать не является возможным. Где проблемы? Достаточно ли хороша модель для прода, и почему, и когда расходится мнение, да? Вот у нас есть вот эти генерации, вы их видите. Это прям реальные примеры. Они не идеальны, но они достаточно хороши. Тут понятно, что происходит. Что происходит? Разработка счастлива, говорит, смотрите, у нас реально модель генерит ровно вот в стиле, в котором у нас иллюстратор рисует. Конечные пользователи счастливы. В нашем случае это пед-дизайнеры. Это люди, которые собирают конкретный контент разных уроков, у которых стоят KPI на скорость, но при этом они ждут разработки от иллюстраторов, когда им что-то нужно дорисовать. И когда они могут сами себе сгенерировать картинку, это занимает там, ну, 15 минут на то, чтобы подобрать там какой-то промпт и как-нибудь его подкорректировать, а не ждут, там, пока у иллюстратора там следующий спринт доедет задача, и он выдаст результат, ну, они, конечно, счастливы, потому что это сильно быстрее, удобнее, мне надо переключаться с задачи на задачу. Они говорят, отдайте уже на конец. Команда дизайна держится за сердце, говорит, что все очень плохо и что текущий уровень качества ни в коей мере нельзя вообще выпускать в прод никогда, и у них есть свои основания это делать, потому что есть разница в уровне насмотренности. То есть как можно вообще это поменять? У вас есть инструмент, который в целом можно внедрять в прод, но он генерит и хорошо, и плохо в зависимости от того, что ты ему указал. У нас не вся команда, которая внутри Skyeng работает, это дипломированные промт-инженеры на генерацию изображений, которые там понимают все эти тонкости, да, хотя в инструменте есть параметры, настройки, это все есть. При этом, ну, как бы ты можешь разработать какой-то бизнес-процесс, в котором будут участвовать, ну, например, валидация иллюстраторами, да, там, опять дизайнеры что-то нарисовали, ну, сгенерировали, иллюстратор валидирует. Это хорошо, это плохо, но как бы взять вот так просто и сразу внедрить этот процесс не всегда получается. И в результате тебе нужен такой человек, который готов генерировать, считает, что генерация – это хорошо, который при этом обладает некоторой насмотренностью, и который при этом, ну, как бы прямо сейчас не имеет бэклог в прорисовку на следующие пять человек лет, и тебе нужно каким-то образом интегрировать вот эту роль в текущие процессы, то есть переделать вообще все. И надо договариваться с командой дизайна, с командой контента, вот с тем, как мы это делаем. Плюс это я сейчас про иллюстрации говорю, да, у нас же есть и текстовые генерации, и там такая же история. То есть когда вы делаете что-то с процессами, вам надо этим, ну, заниматься иногда не пять минут. Если вы заранее уже, когда вы видите, что у вас в инструменте вот такое качество, хорошее, но еще не идеальное, кому-то нравится, кому-то нет, вам надо проговаривать эти критерии, как вы будете принимать это решение, вам надо проговаривать, в каких конкретных случаях это можно, нельзя, нужно обязательно использовать. И вам надо договариваться о том, как, кто конкретно, и кто будет управлять, кто будет руководителем этого человека, да, или людей, кто будет это использовать. В чем тут еще? Еще есть такой подвох. Счастливые и конечные пользователи иногда счастливые, скажем так, неоправданно, так же, как и команды разработки, потому что вот у меня есть некоторый опыт в дизайн-образовании, да, там я училась в Британке какое-то время назад, и, ну, вообще дизайном занималась довольно подробно, но, опять же, это делают не все люди. И когда вы генерируете нечто, что кажется хорошим и красивым именно вам, не забывайте, что вы настолько же эксперты в своей области, ну, и настолько же сильнее других людей, кто в этом немножко поразбирался, насколько люди в других областях сильнее вас. И как бы даже если вам кажется, что что-то хорошо, совершенно не обязательно, что это действительно так. Бывает, что это совсем не так. У меня тут есть бонусный слайд по тому, какие еще бывают проблемы. Я не буду сегодня рассказывать про их решения. Ну, вы можете сами об этом подумать. И у нас осталось буквально пять минуточек на вопросы. Было бы здорово успеть на них ответить. Очень было интересно. Я прям на многих слайдах вспоминал себя. Да, это все было. Так, я пока не вижу вопросов со стороны в нашем чате, но я так скажу. У меня я свои вопросы тоже записал. И плюс отдельно, да, спасибо большое за то, что необходимо делать инвентаризацию технологий. Тоже проходило такое, что мы что-то делали с командой, потом понимали, что, блин, так это уже было рядом, можно было просто взять и сделать, мы могли бы очень сильно сократить сроки и уже попробовать и выдать конкретный результат. Хорошо. Ты говорила про сроки, да, что надо закладывать. Есть ли какие-то общие рекомендации? Просто сейчас там у тебя есть, ну, что необходимо определять сроки, а сколько это, как, например, для R&D задача, какие сроки для каждого этапа? Для каждого этапа. Да-да-да, есть у вас такая разбивка в команде? Ну, смотри, у меня нет каких-то эталонных сроков, да, которые на сферического коня в вакууме. Ну, берешь коня из вакуума, достаешь и смотришь, сколько времени занимает. Ну, типа, да. Если тебе надо разметить, там, я не знаю, 200 картинок, ну, ты смотришь, сколько времени стоит разметить одну картинку. Добавляешь к этому найти разметчика. Это, допустим, ну, типа, 2-3 дня договориться вот с этим человеком. Еще день она соберет из своей команды. И там на третий день мы поставим встречу. За три дня мы соберем, ну, там, типа, 3 человека, которые будут размещать эти 200 картинок, или, например, 5 человек, которые будут размещать эти 200 картинок. Смотрим, сколько у нас в среднем занимает у разработчика, у ML-щика разметка одной картинки. Умножаем на 2, потому что разметчик, который не ML-щик, делает это первый раз, или на полтора, потому что он сначала будет делать дольше, а потом, ну, так же, он научится, там, да, к 20-й картинке. И, соответственно, считаем, перемножаем одно на другое и в конце умножаем на 3. Самое главное не забыть умножить на 3. Тут, как бы, вот это очень сложно, потому что, когда ты умножаешь на 3, у тебя получается очень большой срок, и ты такой, ну, нет, ну, не может быть. Ну, я не могу эту цифру сказать. И тогда ты, как бы, ну, торги с собой вот там начинаешь, ну, окей, ладно, я сейчас на 2 умножу, а потом, если что-то пойдет не так, тогда я вот еще там, вот, может быть, скажу. Но самое главное, чтобы, когда вы умножаете на 2, вы все-таки сделали вот этот этап проверки качества, то что в этот момент у вас будет на 3. Ну, я сейчас утрирую, конечно, не обязательно у всех так. Иногда бывает, что человек действительно опытный, понимает, сколько времени занимает разметка, и сразу предполагает близкий к реальности срок. Я стараюсь умножать хотя бы на 2 всегда. Иногда, если это новый процесс, вот я очень во многих областях работала, и в финтехе, и в тревелтехе, и в вэттехе, и там, и сосяр, и с асяр, и с там, и NLP работала. Мне примерно понятна вот эта разница. Но вот опять же, у тебя новый разработчик в команде, пришел 2 месяца назад, и все равно ты умножаешь на 3, потому что, ну, надо. Всегда есть какая-то причина. Так, спасибо. У нас есть вопрос из зала. Пользуетесь ли вы сервисом наподобие талоки для разметки? Ну, то есть, или всегда используете... Давай я так отвечу. Да. Смотри, в Skyeng сейчас не пользуемся, потому что не требовалось, нам хватает внутренней разметки. А вообще, в принципе, в своей жизни я пользовалась и талокой, и, собственно, Amazon Turk, и это было эффективно. То есть, там, на самом деле, если нужна именно очень большая база, ну, то есть, если большой объем разметки, там есть менеджерский налог на то, чтобы договориться с талокой, вот эту юридическую историю провести. Вот ее, если заложить там в сроке, если она нормально ложится, если там задача собрать модель за полгода впрод дотянуть, то тогда вот можно, ну, через талоку. Или если вы уже с ней работали, у вас уже все налажено, просто ставите задачу, и там быстро проходит согласование, то тоже можно. Если это новый процесс, ну, просто заложите на него побольше времени. Вот. Талокой можно пользоваться. На самом деле, я что еще могу про разметку сказать? Лучше, чтобы размечали люди, которые не являются конечными пользователями самого бизнес-процесса, ради которого вы размечаете. Потому что эксперты, они иногда имеют такую искаженную реальность, и, ну, как бы лучше работает, когда это вот не совсем близкие к этому люди, вот чуть-чуть далекие. Но это тоже очень сильно зависит от задачи. Иногда, кроме эксперта, вообще никто не может разместить. То есть, когда ты делаешь, там, не знаю, автоматизацию проверки транзакций в международном бизнесе, размечать должны эксперты. Хотя бы потому, что ты эти данные не имеешь права выносить за банк. А когда ты делаешь, там, нечто для генерации заданий по изучению английского языка или испанского языка, или русского как иностранного, вот наоборот, чем менее экспертные люди, тем они размечены пошире. Но сделайте валидацию экспертам. И вот это будет хорошо. Варя, большое спасибо. Было очень интересно. Спасибо, что вы все пришли и слушали. Я хочу, наверное, всем отреагировать. Пока-пока. Много лучшей добра и светлого. Спасибо большое.